Всем привет! С вами Катерина Ангелова и сегодня мы снова обратим наш взор на одно из моих самых любимых аниме на Full Metal Panic. Точнее на фигурку Арбалеста из серии Metal Build. Ранее я уже делала обзор на Гернсбека этой же линейки, так что очень советую посмотреть и его. Итак, поехали! Коробка стандартная. Лицензионный стикер на месте. А вот стикер качества почему-то наклеен с задней стороны. Внутри коробки, как обычно, пенопластовый контейнер с тушкой робота и парочка блистеров с разного рода запчастями. Если вы смотрели мое видео про Гернсбека, то наверное заметили, что у Арбалеста практически нет оружия, что немного странно. Но давайте глянем на самого меха. И прямо из коробки он будет выглядеть вот так. И пока на нем ничего не навешано, можно провести тест подвижности. На одно колено он садится без проблем. Руки и торс тоже очень подвижные. Но все это по сути точно такое же, как и у Гернсбека. Дело в том, что и по аниме, и по книгам Арбалест базировался на дизайне серийных моделей. А потому, за исключением головы и плеч, все остальные части абсолютно идентичны. Режим невидимости ECS также имеется. И его также сложно заметить, как и у Гернсбека. Но кое-что необычное у нашего товарища тоже есть. Это режим активированного лямбда драйвера. Смотрится простенько, но со вкусом. Позы, кстати, даже с небольшим количеством разного рода обвеса получаются очень мощными и динамичными. Но что действительно придает фигурке атмосферности и реализма, так это подставка, выполненная в форме ремонтного дока. И тут, для усиления эффекта, создатели даже добавили парочку мини-фигурок персонажей. И вот такую машинку для обслуживающего персонала. Все вместе это смотрится настолько круто, что я просто оставлю Арбалеста на полке в точно таком же виде. Ну и так уж вышло, что я собрала и хай-грейд версию этого же меха. Так что, почему бы их не сравнить? В общем, ничего особо нового по сравнению с Гернсбеками. Все различия те же самые. Слишком длинные ноги и очень вытянутая шея. Ну и ладно. Подводя итоги, скажу, что фигурка вышла очень подвижной и динамичной. Но малый набор вооружений сильно мешает получить удовольствие от позиционирования. Так что, если вы фанат фулл-метал-паник, как и я, то дабы иметь хороший набор, нужно покупать сразу два метал-билда – Арбалеста и Гернсбека. А это, если честно, очень затратно. На этом все. Всем пока и до новых встреч на моем канале! Субтитры создавал DimaTorzok